Ну что ж, всем привет, друзья! Вы на канале Energy Gaming TV. Меня зовут Игорь, и мы продолжаем строительство нашей тюрьмы замечательной. Так, ну что ж, давайте, собственно, мне тут, я тут сегодня стримил, получается, мне тут подсказали в правилах, вот такие вот нужно устраивать тоже тут свои, своего рода порядки и назначения для охранников. Ну и, собственно, при, вот видите, всяких там погромах, попытках побега, тут ставишь, получается, обыскать его и камеру, и насколько наказание. И, получается, данная функция будет использоваться по умолчанию и ко всем. Так что, ребятам, спасибо за подсказочку, всё круто, классно, а мы продолжаем. Ещё тоже был вопрос, типа, ой, скоро ли мы будем, ну, скоро ли я буду заканчивать, ну, сколько ещё вообще серий, там, когда будут побеги, заканчивать строительство тюрьмы, я думаю, на этой неделе мы будем заканчивать уже с данной тюрьмой. О, чё такое? О, блин. У меня сегодня прямо идентичная ситуация была в стримовской тюрьме. Из-за проследования грунта здесь так, это сейчас мы быстренько... О, многие за счет жалуются на здоровье, они больше необходимо найти разносчика заболевания и поместить его в карантин. Остановите распространение. Окей, сначала я только сейчас воротню заделаю. Так, опять заболевания. Ну, чё, у нас, в принципе, так, заболевания заключённых должны... Надо увеличить, я думаю, немножко докторов, потому что в прошлый раз у меня тюрьма была поменьше, сейчас побольше. Так, и надо искать заразу. Так. Разносчиков, ну, блин. Так, хорошо. Так, и давайте я... А, у меня деньги есть? Нет, нет, у меня денег. Сейчас мы это тоже всё... Обычим, обычим, всё облазим. Так, здесь у нас блок всё ещё достраивается, ещё всё в процессе. Так, вот с этими говорили про новые укреплённые стены. Вот, собственно, их тут так, где они... Вот они у меня уже стоят. Они у меня будут по периметру всему стоять. Укреплённые стены, получается, там подкопаться сложнее и так далее и тому подобное. Сложнее, короче, будет вздриснуть. Так, хорошо. Погнали дальше. Так же ещё при попытке какой-то драки я попробую испытать огонное поражение. Так, просто посмотреть, что вообще-то, как это, что вообще будут за собой повлекать какие-то последствия. Как охрана будет действовать. Просто интересно посмотреть. Вот такие дела. Ну, в общем-то, пока всё. Сейчас тут мы будем застраиваться и искать заключённого, который у нас прихворал. Так, походу, у нас врача нашла одного заражённого заключённого. Куда-то идёт. Походу, он у нас в карцере сидит, да? Ну-ка. Да. А, она его просто хиляет. Я уж подумал, она нашла, блин, какого-то этого. Того самого. Так, ладно. Окей. Так, у нас пять тысяч, так что начинаем изучение снайпера. Последнего нашего, так сказать, элитного охранника, который, как говорят, очень сильно помогает в контроле над порядками в тюрьме. Поставим вышки здесь. Поставим здесь вышки, естественно, сразу. Как она, блин? Двора, да? Там ещё где-нибудь, где чаще всего возле столовых, может быть, поставлю. В общем, где чаще всего у меня бунты начинаются, там, собственно, и буду стоять вышки. Здесь по периметру поставим. Они, конечно, я так чувствую, не дешёвые, нифига. И по бюджету ударит. Ну, а что делать? Делать нечего, придётся как-то выкручиваться. Такие пироги. Так, собственно, вот у нас варианты. Давайте попробуем. Огонь на поражение. И смотрим. Эх, не получилось. Успокоились. Так, у нас уже 60 человек больных. Давайте, придётся ещё нанимать доктора. Надо, наверное, тех докторов сюда привезти тоже. Хотя, блин, они без шприцов. Ну, давай попробуем. Там ещё заражённых целая куча. Ни хрена. О, вон, смотри, они сами пошли. Ну, они сюда, скорее всего, пошли оказывать первую помощь. Так, у меня сейчас стоит огонь на поражение. Опа! Ну, вот, пожалуйста. Две смерти сразу просто. Два заключённых просто сразу убитых. Ладно, всё. Вот, в общем-то, вот так вот действует это огонь на поражение. Без особых церемоний. Просто заходит охранник с оружием. И всё. И два трупа. Ну, этот метод я использовать буду в крайних случаях. Прямо реально, когда уже будет бунт, вот, тогда буду. А так, как бы, это просто была демонстрация. Больше я такого пока использовать не собираюсь. Ну, нафиг. Как бы, это мне ни к чему. А то потом опять будут говорить, что у меня превышение полномочий и так далее, и тому подобное. Поэтому лучше не будем это всё провоцировать. Сынки меня, это просто душевая, как она. Так, у меня тут банды. Подожди, стой-стой-стой-стой-стой-стой-стой-стой. Так, какой-то поражение. Ладно, там что-то серьёзное. Бах, пять смертей. Так. Так, кстати, какой-то член банды был. Я надеюсь, его не пристрелили. Хотя, ну, если пристрелили, то и бог с ним. Тем более, всё равно, наша тюрьма идёт к концу, поэтому можно немножко устроить трэша. Разноса. Так, ну, чё у меня этот блок-то? Будешь достраиваться или нет? Почему он не достраивается, я не понимаю. Вот здесь вот этот сквозняк почему-то стоит. Почему ты не достраиваешься? Ну-ка. Скажи мне по секрету, не дост... Чего? Как понять, недоступно в смысле? Чё за приколы? Ладно. Обыск почти закончен. Блин, и чё, я тут блок не могу, не могу достроить. Чё там недоступно-то? Чё-то не пойму ни черта. Чего не так-то, друг? Чё там за смертью опять до сих пор? Минус 15! Ё-моё! Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо! В камеры, в камеры, в камеры! В камеры все быстро! Ёлки-палки! Думаю, чё за смертью у меня пошли? У меня... Зима нахер опять долбанует. А чё, пупеть? Окей. И ещё, я ещё плюс пострелял по заключенному. Нормально. Неплохой такой план. Так. Всё, камеры в камеры, без камер. Всё, пусть они там, сон у них, сон час. Окей, я пока буду здесь разбираться, почему у меня этот блок не достроен. Так, собственно, всё разобралось. Тут просто вот здесь в углу не было достроено камня. Ну, пришлось... И из-за этого почему-то забаговалось полностью весь блок этот. Я его ставил, но он почему-то всё равно не считался. И в итоге пришлось его как бы отменить, типа, назначить. Ничего не сносил, просто вот так получилось. Так, ладно. Дальше пока у нас 5. Минус 3. Ну, надеюсь, днём не будет такого мороза, в принципе. Чуть-чуть-чуть поморозил наших заключённых. Мы, кстати, ещё говорили, что я не обращаю на это внимание эти флажки. Да, и там где-то у меня подкопы были. Просто очень они часто мерцают. Бывает, я чем-то занимаюсь или что-то объясняю. И бывает, просто банально пропускаю. Поэтому, так что, если я вдруг не заметил что-то сразу, ребят, то ничего страшного, я в этом не вижу. Ну, если уж кто-то сбежит, то я об этом узнаю. Так что не переживайте. Мне сразу об этом сообщат в нижнем правом углу. На этот правый нижний угол я всегда внимание обращаю. Так что не переживайте. Там уж я сразу буду проинформирован, что что-то неладное. Так, пока этот блок открываем. Здесь прокладываем кабеля. У нас, в принципе, денег... А, у нас минус, да, я понял. Ничего мы тут не проложим. Так, а мне сейчас, чтобы здесь открыть, надо... Можно взять кредит. А, у меня кредит уже есть. Нет, тогда не буду брать кредит ещё больше. Ладно, тогда сейчас подождём. У меня заодно освободилось немножко местечко. Так что можно, дабы приподнять денежек. Так, у нас получается сколько мест сейчас? 58. А, у нас так прибудет 170, 270, точнее. Ясно. Ладно, тогда ждём. У нас будет 6000. Ну, там ещё с чего-нибудь, что-нибудь на это. Кстати, мне ещё писали, да, то, что нужно этих садовников поднанять. И лесопилку. Лесопилка-то у меня, по-моему, есть. А может быть и нет, кстати. Так. Так. Слушай, а прикольно. У меня лесопилки-то реально нет. Надо это и назначить. Так, хорошо, ладно, я не знал. Да. Сколько всего я думал, что у меня есть, а у меня, кажется, этого нету. Вот, блин, ошибался. Так, ну так назначаем лесопилку. Так. О, где-то вот столько. Там будут выращиваться деревья, рубиться, срубаться. Так, это что такое? В смысле, на улице. А, вот всё. Так, чисто. Лёгкие баги, да? Ясно, ладно. Так, ну чё, надо ждать дальше денег. Так, ну чё, у нас немножко прибавилось в деньгах. Привезу новых заключённых. Я тут пока время было, пытался разобраться в планировщике расстановки. Но пока ещё всё в процессе, ладно. Пока ничего не могу сказать. Я решил пока ничего не делать. Как бы, вроде как и понятно. Но ещё не до конца. Ничего не... В общем, ничего не понятно. Так что надо... А, вот у меня лесопилка. Она есть. Она просто настолько была маленькая, что я её ночью не заметил. Вот у меня перед две лесопилки. Ну, ладно, пусть будет. Так, давайте ещё. Наймём тогда... У меня один садовник. Ну, давай троих найму. Пусть работают. А то одному паре напряжено будет. Вот. Не знаю, когда деревья вырастут, они их будут автоматически срубать. Или я буду срубать. Ну, так ладно. Так, демонтировать. Кстати, мне интересно знать, сколько будет стоить оценка так. Продать акции. А почему я не могу продать? Нельзя продать тюрьму или торговать акциями. У меня и вы выполняете следующее. Для выполнения следующего уровня. Так, нет. А, у меня смерти. Ясно, надо ждать, пока пройдёт какое-то время, то что у меня смертность. Так, ну, лечение проходит. У нас осталось 10 заключённых больных. Их потом поймают. Как поймают? Поймают. Их потом вылечат, и всё будет хорошо. Как всегда у нас всё с криками и ссорами происходит. Блин, контрабанду. Прямо, смотри, просто везут пачками. Вот сколько грузыков сегодня приезжают. Везде просто контрабанда. И у зэков, кстати, тоже была контрабанда. Контрабанда на грузыков, когда они приехали. И тут, и там, блин. Прямо глаз да глаз нужен. Просто за всем этим делом. Очень много. Так, а у меня, кстати... Так, отправка товаров у меня есть. Всё нормально. 7 тысяч. Так, нам нужно вот эту пристройку сделать. Для того, чтобы построить первый блок, нам нужно пристройку сделать здесь. Столовая, да? Это сколько нам получается по деньгам надо? Так, 6 тысяч. Ну, в принципе, давай сделаем. Так, и здесь нам сколько надо будет? 260. Окей, я понял. Хорошо. Так, у нас там опять арамсы, да? Прямо очень-очень у меня жёсткий дисконтроль. Так, кстати, что у нас со снайперами? В процессе через 2 часа. В общем, короче, наверное, буду разоряться я так. А сколько нанимать, да? Сколько он стоит будет? Сейчас, подожди. 2 тысячи, да? Ну, блин, я чувствую, конечно, минусы. Я буду ходить жёсткий. Ну, а что делать? Будем ставить, делать нечего. Ждём тогда наших снайперов и будем их ставить уже. Пришло их время, так говорится. Так, ладно, в общем-то, наши снайперы готовы. Я слышал заветный дзинь-дзинь. Так, и получается, придётся взять кредит, чтобы достроить уже нижний блок и нанять охранников. Хотел вызвать ОМОН, чтобы поддержали меня здесь очистки. Ну, решил поставить сначала охранников. И всё нормально. У меня, в принципе, потихонечку забирается вот это. Скоро должно комната отдыха забраться. Отняться будет за нами. И вот это тоже скоро, в принципе, в процессе. Но это, кстати, я не знаю. Это, по-моему, там ещё не совсем ещё наше. И надо будет сюда назначить охранников. Потому что хотя бы по одному... Ой, так, часовня нет. Ой, нет. Опять промазал. Чтобы они хотя бы контролировали эти комнаты. Если когда начнётся кипиш, ну, будем уже знать, что, например, здесь уже мафия, что-то там пытается местная, так сказать, мафия тюремная, пытается что-то там свои какие-то понятия навязать. И мы тогда уже... О-о-о, сани, 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 идут, идут. Сука, пищунами своими тут машут. Сани, голые, голые. Пошли, пошли. Они, походу, идут к этой комнате как раз, куда я... Сейчас там бедолага охранника, наверное, замозгует просто. Так, давай-ка я, наверное, сразу вызову ОМОН. Да-да-да-да, сани, 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 чешет, чешет. Так, куда вы? Нет, что ли? Нет ты, блин, я уж... А я уже надеялся. А, оказывается, нет. Ладно. ОМОН тогда свободен. Извините за ложный, так сказать, вызов. Ладно, давайте тогда займемся, собственно, самым главным. Потому что мне давно советовали. Так. Снайпер. Так, а где вообще, собственно... Где, собственно, эта вообще вышка? Снайперская. О, дерево. Сто баксов. Так. Сейчас проверю. Так, это тоже не то явно. Снайперская. 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 Это тоже все не то. Но здесь вообще я ее не видел. Собачья клетка. А, вот она, все, нашел. Так, сколько она стоит? Три тысячи. Ёп твою мать. Как это все дорого. Так, давай сюда тогда поставим. Да. Потом у нас где? Сначала, в первую очередь, там, где у нас больше всего бунтов. Сюда поставим. Так. Сюда поставим. И сюда пока поставим. Все, я думаю, пока это достаточно. Получается, надо три снайпера, да мне. Так, раз. Два. Три. Они же, получается, сами, надеюсь, будут там в эти свои башни-то залазить. Все, три снайпера у меня есть. На первое время они будут здесь сидеть. Так. Два тут. Ага, три метра, надо четыре. Не хватает свободных вакансий. Едрить твое налево. Ладно. Ладно, фиг с ним тогда. А то у меня и так по бюджету уже все плохо. И оставшиеся деньги потрачу тогда на окончание строительства. Так, здесь у нас закончено. Отлично. Нужно поставить дверь. Тут у нас... Давай вот эту дверь поставим. Так, потом здесь у нас двери не будет. Сейчас нам принесут там механики, точнее работники. Дверочки тогда. А мы пока здесь поставим новую. Вот так вот, хоп. Ай, блин, недоступно. Так, ну-ка. Есть, все. Столовая у нас готова. Здесь у нас, получается, будет комната для свиданий. Ее пока не к спеху буду делать. Дальше здесь внутри уже будем распланировать. Все, ну мне не хватит, конечно, денег, ни хрена. Тут уж ничего не поделать. Потому что у меня всего осталось шесть тысяч. Пока я на данный момент я могу что распланировать. Могу давайте сделать комнату отдыха. Начнем тогда уж. В смысле я только чисто стены буду ставить. Еще пока ничего не назначать, естественно, не собираюсь. Так. Пока только стены. Лешка размахнулся я. Кистью аж там, не знаю, у меня стены за горизонт полезли. Так. Отлично. Прямо не камера, а какие-то гусиные головы. Загигулина прямая, Загигулина прямая. Все, деньги кончились. Деньги кончились, микрофон упал. Все, здорово. Все, ждем такого ландоса. И смотрим, как себя охраня... Как себя будут проявлять снайперы. Так, вышки приедут. Да, вышки вот они. Все, вот они снайперы. Будем ждать ситуации, где наши снайперы будут себя показывать. Ну, собственно, да. Основная масса, обычный драк происходит у меня во дворе. И рядом с этой столовой. Вот. Все, в принципе, ну и... Остальное уже все происходит, допустим, в каких-то блоках. Проверочку устроим. Так что я надеюсь, что... Сейчас безопасность, собственно, она будет, если что, лучше. А если уж выйдут то на улице, то наши снайперы будут успокаивать их сразу. Так что все нормально. Вообще, в идеале, конечно, как в реальной, знаешь, типа, тюрьме, должно быть еще где-то здесь по периметру ставить. Но это когда-нибудь потом сделаю. Скорее всего, скорее всего, никогда. Так, там бы как достроили. Так, а здесь у меня почему-то водоснабжения нет. Что ж такое-то, а? Как так? Как так случилось, что там воды нет? Окей, ждем бабосы. Ну, вот, в общем-то, денежки у нас немножко появились. Давайте я здесь перемычку поставлю, стену перемычку здесь в столовой. И продолжим тратить наши бабки, собственно, на развитие, на строительство нашей новой тюремной системы. Нового блока, точнее. Все в процессе. Так, давай я сразу так маленькие вот эти поставлю, чтобы эти зигзагулины потом не тыкать. И уже просто прямые. Так. Оп, промахнулся. Так, что, мне хватит на нижнюю туда делать или нет? Блин, вроде это и по сути дела, что все. Нет, не хватит. Ладно, ждем тогда следующие прибавки. Все, работаю. Работаю подкинули нашим строителям, чтобы они не скучали. А дальше ждем опять. Просто, смотрите, у меня просто пачками уходят. Смотрите, просто семьи у меня просто уходят и уходят. Про такой конвейер. Здесь, не знаю, можно сразу поезд подгонять, чтобы они здесь приезжали. Просто у меня... Не знаю, у меня сейчас получится... По... Семью должны... У них вообще уже это пропасть даже показатель. Почему до сих пор все еще такая большая? Эта шкука там... Жесть, конечно. Хотя заключенных, понятно, что много. А столов, по сути, всего ни о чем. Что здесь у нас? Здесь, получается, 4 стола, да? И здесь. Раз, два, так, это 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 столов. По сути, естественно, для 263 заключенных, ну, блин, ни о чем. Ну, а что делать? Ничего не поделать. Что, давайте в каждой камере буду ставить по одному столу для свиданий. Прикольно было бы. Так, в общем, решил я немножко тут по программам тоже пройтись. Так, плотницкое ремесло. Убираем. Оно не востребовано пока. Так, это тоже не востребовано. Убираем одну комнату. Это тоже не востребовано пока. Убираем. Не знаю, что когда оно будет востребовано, я херва знает. Но деньги, получается, тупо зря тратятся, а... Ничего... А что мне сюда перейти? А, я понял. В кабинет перетащила, да? Так, медицинское лечение наркомании. Это пусть останется, потому что наркоманов у нас тут хватает. Условно, так, освобождение слушания это тоже оставим. Так, потом... Это, в принципе, нам помогает освобождать тюрьму и присылать, ну, получать новых заключенных. В принципе, это тоже неплохое такое дело. Так, плотницкое ремесло. Это одно есть. Основной курс обучения. Так. Групповая терапия для алкоголиков. 20 для человека на очереди. Сейчас посмотрим. Нет учителя. Ага. Даже так. Так, изменить расписание. Нет, это что такое. Мастерская, кухня. Ух ты. Время теперь назначать. Ясно. В принципе, ладно. Так, обновить расписание всех программ. Не, это я ничего трогать не буду. Собственно, ладно. Чуть-чуть подкорректировали. И теперь у нас уже прибыль стала 3400. Уже лучше, чем. А то было 200. Ни о чем. Так, ну что. У меня, собственно, начался бунт. Так что здесь я сразу открываю огонь на поражение. В камеры. И вызываем, соответственно, сразу... На всякий случай один ОМОН и одну медицинскую группу. А, все. На этом весь бунт. Да. Да, огонь на поражение ускоряет весь этот процесс в разы. Ну ладно. Побунтовали чуть-чуть и будет. Все. ОМОНовцы пошли пешком. Только зря 200 баксов выкинул. Ну ладно, фиксим. На всякий случай в таких ситуациях лучше перестраховаться все-таки, чем рисковать. Так вот. Мало ли. Тут еще такая музыка, главное, агрессивность играла. Там, блин, что-нибудь для случится еще. Так, ну что. У нас уже 59-й день. Я тут устраивал у себя в отпуск. И, в принципе, уже блок нашей строгой тюрьмы. Нашего строгого режима почти готов. Осталось только еще камеры оснастить. Столовую осталось только провести электричество и воду. Комната отдыха готова, ждет только своего назначения. Здесь я еще добавил также стол, чтобы складывать товар, который вечно вот здесь. Хотя, если будет как здесь, то тут столов не хватит никаких там, блин. Все завалено. И, собственно, все. Да, что-то там кричат, вопят заключенные. Ну, в принципе, пока потасовок еще не было. Ну, еще, в принципе, рано. Сейчас вот начинается режим питания. Проверим. Так, что там у нас? Здесь, как всегда, у нас куча всякого ненужного хлама, который нам не нужен. Заключенным там, естественно, нужен. Но нам не нужен. Так, отлично. Ну, на кухне, как всегда. Все. Наполучали. Перед приемом пищи напринимали урона в лицо. Теперь можно и поесть, да? А, теперь у них свободное время. Отлично, здорово. О, уже сами, уже сюда едут таскают. Ну, блин. Тут еще даже поваров нету, они уже сюда таскают. Ясненько. Так, дальше я решил поэтапно делать, потому что, ну, как показывает практика, то, что ты сначала останешься в кровати, потом, например, унитазы, и последнее там, может, там двери делать, то, как правило, это ни херна ничего не дает, потому что один фиг, рабочие начинают таскать почему-то сначала двери. Поэтому я лучше сначала поставлю кровати, пусть они не несут кровати, потом унитазы, потом уже проведу сюда трубопровод, освещение, все, как положено, сделаю. И уже потом можно будет... А, все, деньги кончились. И потом уже можно будет, собственно, все это дело закрывать на замок, так сказать. То бишь, на двери засовы. Такие дела. Так, ну что, думаю, наверное, пока что на этом закончим данную серию. Наши... Вон, кровати пошли. Наша нижняя часть тюрьмы преобразовывается. Наконец-то здесь пошло... Че такое опять? Опа! На кухне начался пожар! А, все, затухло. Блин, смотри, плита успела сгореть, да? Бляхомуха. Прям под конец так записи. Так, хоп, и пожарчик. Десячно средств. Ну ладно. Деньги потом появятся, прибыль есть, все должно, в принципе, будет появиться. Но это мы, пожалуй, заканчиваем. Ущерб от пожара я буду устранять уже в следующей серии. Главное не забыть. Ага, и кабель еще. Так, хотя нет, подожди, давай-ка я, наверное... Блин, у меня прибыли, да? Еще и минус пошел. Так, и че там у нас где-то сеть перебила? Что ж, надо брать кредит, че тут скажешь. А то это плохо. Просто сейчас не сделаю, потом забуду, нафиг, поэтому не будем все это дело оттягивать в долгий ящик, лучше сразу, хоп. Все, пусть они сделают, прям при мне, чтобы я все это видел. Все, наши спринклиеры справляются со своей задачей. Так, еще и труба пострадала, да, какая-то? Ага, чуть-чуть, подгорело. Собственно, этот сплинкер сразу начал тушить, но он и пострадал в первую очередь. Все, норм. Так, здесь надо проверить. Так, ну а на этом, собственно, уже можно и заканчивать. Вот теперь точно, ребята, все, всем давайте до скорой встречи. Подписываемся в ВКонтакте и на Twitch канал, на этот канал, естественно. Также оставляйте какие-то комментарии, отзывы или какие-то пожелания. Плейлист с данной игрой и со всеми ее сериями будет также в описании. Так что, если вы вдруг смотрите первый раз и хотите ознакомиться с другими сериями, и когда я проходил кампанию, то ссылочка внизу. Добро пожаловать. Ну а всем на сегодня пока. Субтитры сделал DimaTorzok